Церемония открытия Бишкекского международного кинофестиваля состоялась накануне в Национальной филармонии. Кинофестиваль посвящен выдающемуся писателю планетарного масштаба Чингизу Айтматову. Какой большой вклад внес Айтматов в кыргызскую литературу, не меньше след он оставил и в кинематографе. 60-е стали знаменательными для кыргызского кино. В республику вернулись амбициозные, получившие высшее образование в лучших университетах Союза профессионалы. Работы наших мастеров в кино со временем составили конкуренцию асам с мировыми именами. В 90-е годы после обретения независимости отечественное кино вновь ярко заявило о себе. Тогда картины режиссеров, снятые в эстетике чистого кино, восхитили зрителей на самых престижных фестивалях. После распада Советского Союза лидеры отечественного вархауса и знаменитые иностранные критики называли нашу страну территорией авторского кино. Наши лучшие фильмы попадают в программы престижных фестивалей в Каннах, Берлине, Пусане, Роттердаме и Монреале. В наши дни в кыргызское кино уверенно вливается новое поколение талантливых молодых режиссеров, выросших после распада Союза и получивших образование в разных киношколах Кыргызстана и за рубежом. Первый сеанс кинопоказа прошел 28 декабря 1858 года в Париже. С тех пор уже почти два века киноискусство не сдаёт своих высоких позиций. Из чёрно-белых фильмы превратились в цветные, перестали быть немыми, а современные спецэффекты поражают своей реалистичностью. Вы не согрелись? Чаю хотите? В мае прошлого года глава государства подписал указ о мерах по развитию национальной киноиндустрии и дальнейшему совершенствованию системы государственной поддержки кинематографии. Одним из шагов, способствующих продвижению отечественного кино, стал первый Бишкекский международный кинофестиваль, который собрал около 60 представителей киноиндустрии из 22 стран. Мероприятие также приурочено к 95-летию Чингы Зайтматова. Надеемся, что в течение 5-6 лет повторится эпоха 60-70-х годов, сотворившей шедевры кыргызского кино и изобразительного искусства, и произойдёт второй ренессанс кыргызской культуры. Сегодня кыргызское кино переживает период обновления. Бишкекский международный кинофестиваль является важным мероприятием, способствующим развитию культуры и искусства Кыргызстана, и популяризирующим нашу страну на международном уровне. Мы также с гордостью отмечаем вклад великого кыргызского писателя Чингиза Айтматова в кинематограф. Фильмы, снятые по произведению Айтматова, занимают особое место в истории мирового кино. За звание лучшего на Бишкекском кинофестивале борются 10 фильмов на международном конкурсе и 8 на национальном. Кыргызстан в рамках международного конкурса представляет фильм режиссёра Актана Арыма Кубата. СМД в нём показана жизнь Зарлыка, который 23 года жил в чужой стране и наконец-то вернулся на родную землю. Кыргызские кинематографисты давно мечтали, чтобы у них был большой международный кинофестиваль. Проводится множество маленьких кинофестивалей, но вот такого ранга мы проводим первый раз. И это совпало с 95-летием Айтматова. Я думаю, что это не случайно, потому что всё творчество Айтматова связано с кыргызским кинематографом. На фестивале было введено такое понятие, как страна-гость. В этот раз роль выпала Турции. Благодаря писателю Чингизу Айтматову в Турции по мотивам его произведения сняли фильм. Кыргызстан и Турция совместно смогут создавать отличные фильмы. Мы планируем снять сериал по мотивам фильма «Курманджан Датка». В рамках фестиваля ведутся переговоры на эту тему. Организация подобных кинофестивалей – прекрасная возможность для молодых специалистов киноиндустрии получить богатый опыт и показать себя. Возможность пообщаться с мэтрами кино, с большими профессионалами, получить ответы на свои вопросы, посмотреть фильмы, посмотреть, что такое, как писать сценарий, как снимать фильмы и так далее. То есть, чем больше будут фестивали, тем больше будет таких мероприятий, чем больше наши киношники и молодые, и уже опытные киношники могут дальше развиваться. Отечественная киноиндустрия некоторое время переживала не лучшие времена. И если ранее в год выделялось всего 30 миллионов сомов, то в этом году сумма увеличилась в 10 раз. В этом году уже выделено 308 миллионов сомов из 350. Это позволит оказать значительную поддержку нашему кино. Кроме этого, проведение фестиваля познакомит международное сообщество с нашим киноискусством. Еще один важный шаг в отечественной киноиндустрии – это производство собственных сериалов, которым занимается специально созданное творческо-производственное объединение «Кыргызсериал». Какие строить планы на будущее именно в сфере кино. Для этого и устраиваются вот такие наши международные кинофестивали в том плане, чтобы интегрироваться именно на мировой кинематограф. С тех пор, как Кыргызстан стал независимым государством, было создано не так много телесериалов. Например, сериал «Материнская любовь», снятый в начале 2000-х годов, был тепло принят зрителями. Пять лет назад вышел сериал «Акшола», который был снят силами национальной телерадиовещательной корпорации. «Частные студии опираются на собственные силы. Сейчас, когда правительство стало уделять больше внимания развитию культуры, стали снимать хорошие кыргызские сериалы. А ведь кино – мощный инструмент, с помощью которого можно распространить правильную идеологию среди зрителей». Золотым временем киноискусства Кыргызстана считаются 60-е и 70-е годы прошлого века. «Я рада, что «Кыргызское чудо» возрождается и снимаются хорошие фильмы, которые получают призовые места на международных кинофестивалях. Мастера прошлых лет вывели кыргызское кино на высокий уровень, и сейчас нынешние профессионалы снова стараются достичь этих высот. Пусть кыргызское кино процветает, и с каждым годом становится все лучше». «Кино, киноискусство – это великое искусство, объединяя все остальные виды искусства – и литературу, и музыку, и художественную, и все остальное. И много чего вообще даже нет, мы не думали. Вот сам Ченгер Таракулыч говорит, что мы, воздух вокруг, кино – это можно создать, потому что это искусство самое близкое к жизни». Именно здесь, на Первом Бишкекском международном кинофестивале, стали говорить о возможности возрождения уникального феномена середины прошлого века – о кыргызском чуде. Когда отечественные фильмы смотрели во всем мире о кыргызских режиссеров и актерах, знали и любили не только в СССР, но и далеко за его пределами. Подняв престиж кыргызского кино на такую высоту, почему бы не повторить «Сделать это снова?». Ведь у нынешних кинозвезд есть богатое наследие, которое оставили их коллеги из прошлого, и которое является пособием и примером того, как превратить фильм в произведение искусства. Елена Ткаченко, Рыскельды Кокульбеков, Аллато 24. Итоги недели.